Призывать детей к доброте, развивать духовно-нравственные ценности воспитания и бережного отношения к окружающему миру. Такой целью придерживается конкурс для чтецов поэзии доброты, посвященный Году Добра в городе Якутске. Победители поедут в Москву на празднование Дня защиты детей в рамках специальной программы Российского детского фонда. Подробности смотрите в следующем материале. А в детстве, помнишь, ты любил сидеть под старым клёном? Я верю, что ты не забыл, каким он был зелёным. Ты в детстве многим помогал, глаза горели добротой. Выбор учащихся в основном пал на современную поэзию, но и классики, любимые школьниками. Конкурс проводится в целях выявления и поддержки талантливых детей. Переживала какое-то время или волновалась, что у меня аж щеки покраснели. Сначала я волновался, но потом всё стало хорошо. И я прочитала стихотворение. Хотя бы показать им какую-то книжку, пусть прочитают. А дальше не думая, что нет совсем неинтересных книжек. Если они заинтересуются, то тогда и начнут читать. Нынче конкурс проводится в третий раз. Для участия было заявлено 102 учащихся из Якутска и Пригородов. Организаторами выступают Международный детский фонд «Дети Саха Азия» и «Центр для детей и юношества». Это очень масштабный конкурс. Он у нас уже проходит третий год. Он у нас становится традиционным. То есть в следующем году мы также будем проводить конкурс среди детей и чечецов. В этом году мы не ожидали такого большого количества чечецов. Тема у нас была выбрана о добре. То есть это все стихотворения, которые так или иначе пропагандируют доброе отношение к людям. Как обычные дети, играл. Бегал по улице, играл мячик. И потом меня в театральное отделение отвели. А в театральном отделении, там этому как раз таки и учат. Поэзии, стихам, учиться читать и так далее. И вот, и там меня научили читать поэзию и так далее. И теперь я рад этому. То, что я здесь, то, что я выступаю, то, что я читаю стихи. В финал прошли 10 учеников. Победителями конкурса стали ученица 4-го класса 23-й школы Александра Тирская и семиклассница городской классической гимназии Виктория Петрова. Они и поедут в Москву на День защиты детей, где по доброй традиции в рамках специальной программы Российского детского фонда соберутся детишки со всех концов России и стран СНГ. Другиана Егорова, Взлий Слепцов, МВК США, Якутск.